Здравствуйте, ребята! Я снова приветствую вас на нашем уроке. Сегодня мы займемся правописанием приставок и суффиксов и вспомним о роли разделительного твердого знака. Также сегодня в центре нашего внимания правописание суффиксов, приставок и предлогов. А еще готовьтесь вспоминать правила правописания разделительного твердого знака после приставок. Ребята, на прошлом уроке мы с вами повторяли, из каких частей состоит слово. Посмотрите на текст. Наступило раннее утро. Лучи солнца залили весь дворик. Рождался новый день. За рекой просвистела маленькая птичка. Желтые и алые тюльпаны росли около крыльца. Они радовали глаз. Цветочки стали впитывать силу от солнышка, от земли и воды. А теперь попробуйте разобрать выделенные слова по составу. Вспоминаем порядок разбора слова по составу. В слове дворик окончание нулевое. Основа слова дворик. Корень двор, суффикс ик. Слово маленькое. Окончание ая. Основа слова маленьк. Корень мал, суффикс еник. В слове цветочки окончание и. Основа слова цветочек. Корень цвет, суффикс очк. Слово солнышко окончание а. Основа слова солнышк. Корень в слове солн, суффикс ишк. Что объединяет эти суффиксы? Они придают словам уменьшительно-ласкательное значение. Ребята, давайте вспомним о правописании уменьшительно-ласкательных суффиксов в словах. Правописание суффиксов ек и ик. Если при изменении слова гласный сохраняется, пишем суффикс ик. Например, зонтик, ключик. Если при изменении слова гласный не сохраняется, пишем суффикс ек. Например, мешочек, орешек. Правописание суффиксов енок и онок. После мягких согласных, кроме че, пишем суффикс енок. Например, утенок, котенок. После твердых согласных и че, пишем суффикс онок. Например, зайчонок, стрижонок. Правописание суффиксов енк и онк. После мягких согласных, шипящих и гласных пишем суффикс енк. Например, реченька, петенька. Но есть слова-исключения. Зайенька, пайенька. После твердых согласных пишем суффикс онк. Например, березонька, лисонька. А теперь давайте поговорим о правописании приставок. В безударных приставках до, о, от, по, под, про пишется гласное о. Например, долетел, показал, отплыл, прошел. В безударных приставках за, на, над пишется гласное о. Например, загрустил, написал, надкусить. В русском языке есть только приставка с. Приставки зе не бывает. Например, сдать, сходить, сгореть. В приставках, оканчивающихся на зе и эс, буква зе пишется перед звонким согласными. Например, разгрузить, бездорожье. Перед глухими согласными пишется буква эс. Например, расписание, расслышать. Попробуйте образовать однокоренные слова. Для этого выберите подходящую по смыслу приставку. Наступило время для проверки. Выходить из вагона поезда. В слове «выходить» приставка «вы». Заходить в вагон. В слове «заходить» приставка «за». Посадить цветы в клумбу. В слове «посадить» приставка «по». Пересадить цветы в новый горшок. В слове «пересадить» приставка «пере». Отплыть от берега на лодке. В слове «отплыть» приставка «от». Приплыть к берегу. В слове «приплыть» приставка «при». Вклеить лист в книгу. В слове «вклеить» приставка «в». Наклеить марку на конверт. В слове «наклеить» приставка «на». Молодцы! Ребята, вспомните, как пишутся предлоги и приставки. Приставки надо отличать от предлогов. Приставка «чать» слово. Она пишется слитно со словом. Например, «выход», «сшить». Предлог – отдельное слово. Он пишется отдельно от слова. Между предлогом и следующим словом можно поставить еще слово. Например, «в какой школе?» В музыкальной школе. Важно знать, гласные и согласные в предлогах и приставках пишутся одинаково. Например, «добежал до реки». «Сбежал с горы». Подумайте, где приставка, а где предлог. Солнце зашло за тучу. По дорожкам сада побежали мутные ручейки. На конверте написали точный адрес. До избушки мы добрались только ночью. С горы сбегают сильные потоки воды. Давайте проверим. Солнце зашло за тучу. В слове «зашло» приставка «за». За тучу – предлог «за». По дорожкам сада побежали мутные ручейки. По дорожкам – предлог «по». В слове «побежали» приставка «по». На конверте написали точный адрес. На конверте – предлог «на». В слове написали приставка «на». До избушки мы добрались только ночью. До избушки – предлог «до». В слове «добрались» приставка «до». С горы сбегают сильные потоки воды. С горы – предлог «эс». В слове «збегают» приставка «эс». Молодцы! Ребята, настало время вспомнить ещё одну орфограмму. Что объединяет эти слова? Какую букву надо вставить? Подъёмный кран, съёмка фильма, съедобные грибы, взъерошенный воробей. Конечно, это разделительный твёрдый знак. Вспомним его правописание. Разделительный твёрдый знак пишется только после приставок, которые оканчиваются на согласную перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Например, объём, подъезд. Разделительный твёрдый знак обозначает, что согласный звук не сливается с гласным. Я предлагаю выполнить задание на эту орфограмму. Подумайте, где нужно вставить твёрдый знак. Машина подъехала к горе. Подъём на гору был крутой. Страх сжал сердце. У подножия горы неслась бурная река. Путникам пришлось объезжать гору по краю обрыва. Наконец, спуск с горы был закончен. Проверьте, что должно получиться. В словах «подъехали», «подъём» и «объезжать» вставляем разделительный твёрдый знак. Он стоит после приставки, на конце которой согласная, и перед гласными «е» и «ё». В словах «сжал», «подножие» и «спуск» разделительного твёрдого знака нет. Молодцы! Итак, ребята, давайте вспомним, о чём мы сегодня говорили на уроке. Воспользуемся секретами учёного АТА. Приставки пишутся всегда одинаково, независимо от произношения. Предлоги служат для связи слов-предложений, пишутся со словами раздельно. Разделительный твёрдый знак пишется после приставок, которые оканчиваются на согласный, перед буквами «е», «ё», «ю», «я». Вы сегодня хорошо поработали на уроке. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok